В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Всё для комфорта пациентов. В поликлинике номер один рассказали о реализации ПСР-проектов. Мелодия моей Родины, воспитанницы детской школы искусств, победили на международном конкурсе. Кэс-баскет, команда лицея номер три, приняла участие в полуфинальном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги. Далее расскажем обо всём подробно. Всё для комфорта пациентов. В поликлинике номер один реализуют сразу несколько ПСР-проектов, направленных на улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи. Подробнее о работе рассказала заведующая поликлиникой номер один Марина Румянцева. Оптимизация процесса плановой госпитализации – один из проектов, который успешно реализуют в поликлинике номер один. Запустили его в прошлом году, а в январе подвели промежуточные итоги. Самое главное, чего удалось достичь – сокращение сроков. Сделано это в первую очередь для удобства пациентов. От момента назначения плановой госпитализации до того, как пациент попадает в стационар, на какой-то для оказания специализированной помощи по территориальной программе госгарантии, может пройти до 10-14 дней. Мы взяли амбициозную цель, чтобы этот срок был не больше пяти дней. Сейчас у нас реально этот срок в три дня. Раньше на приеме доктор отправлял пациента домой в ожидании звонка. И сколько надо было ждать, было непонятно. Сейчас в большинстве случаев человек сразу же на приеме. Врача получает точную информацию о дате и времени, когда он ложится в стационар. Благодаря программе, которую мы разработали, благодаря большой работе между поликлиниками и стационаром, которая была проведена, у нас эта связь установлена, разработана электронная программа, которая учитывает места в стационаре и предоставляет их амбулаторным врачам, которые работают в поликлиниках. И врачи могут уже сразу же, открывая программу, увидеть и планировать своих пациентов. Изначально в проекте было заявлено три терапевтических отделения. Сейчас в программе участвует восемь стационарных отделений. Все укладываются в заявленные сроки. Пациенту не нужно волноваться о том, что он не успеет пройти необходимые исследования. Благодаря новым автоматическим анализаторам в лабораториях результаты получают либо в тот же день, либо на следующий. Предстационарные обследования тоже делают за один день. Мы доработали этот проект в том плане, что если вот конкретно сегодня во время приема подходящего места вам доктор не может назвать, то у нас есть специальный лист ожидания автоматический, мы разработали, когда вам об этом сообщат завтра, максимум послезавтра. То есть уже не нужно будет самому звонить, спрашивать, а что, когда. У нас специальная программа, которая вам завтра или послезавтра сообщит, когда все-таки ваше место будет забронировано. Проект хотят расширить и на отделение хирургического профиля, хотя в силу специфики их работы сделать это сложнее. Еще один ПСР-проект, который реализовали в первой поликлинике, пожалуй, бросается в глаза больше всех. Это ремонт и обновление холла. Открыли его осенью, и саровчане уже успели насладиться комфортом и удобством. Мне очень понравилось, когда я пришла сюда, я увидела вот такое светлое помещение и просторное. Стало очень приятно. И причем вот стала запись к врачу, очень удобная. Подходишь, тебя сразу записывают. Если нет врача, значит, записываешься в очередь на какое-то время. И еще ни разу не обманулись, всегда позвонили. Позвонили через какое-то время, пригласили. В общем, очень удобно стало. В этом году запланирована реализация нескольких крупных проектов. Один из основных – создание отделения реабилитации пациентов, которые перенесли травму, либо имеют заболевание опорно-двигательного аппарата. Таких больных много, им нужно комплексное реабилитационное лечение. Сейчас в гораздо большей степени реабилитацию связывают с разработкой конечностей на тренажерах специальных, лечебных. Я не имею в виду силовые, те, которые вы видите, да, в спортзалах. Это специальные медицинские тренажеры. Но упор сделается сюда. Это достаточно дорогостоящее оборудование. Но мы в рамках нашего проекта, надеемся, будем иметь возможность приобрести это оборудование, создать специальное помещение, собрать какую-то команду медицинских работников. Получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала смогут все семьи с детьми до трех лет, которые имеют невысокие доходы. Порядок и условия такой поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Раньше маткапитал могли использовать для ежемесячных выплат только семьи, воспитывающие второго ребенка. При этом для них не было предусмотрено регулярной поддержки от государства. Ежемесячная выплата из маткапитала стала доступна всем семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц, вне зависимости от очередности рождения ребенка. Получать ее можно до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если в семье несколько таких детей, то ее разрешено оформить на каждого. Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно через портал Госуслуг при личном визите в МФЦ или отделение Социального фонда России. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. В среднем по стране 13 900 рублей. При этом семья сможет получать как единое пособие, действующее с 1 января, так и выплату из маткапитала. Семь саровских школьников стали призерами регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. Среди них десятиклассницы из гимназии номер 2 и шесть одиннадцатиклассников из лицеев 3 и 15. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Карта болельщика теперь и в мобильном приложении. Новая разработка Минцифры поможет сохранить билеты, пройти по нему на стадион даже без доступа к сети. Достаточно показать QR-код на приложении на входе. Карта болельщика необходима для посещения матчей российской премьер-лиги. Ее нужно оформить заранее, в том числе на детей до 14 лет. В настоящее время карту болельщика в России уже получили 375 тысяч граждан. Скоро карту можно будет оформить непосредственно в приложении, без посещения МФЦ. Бета-версия доступна в магазинах приложений. Хор Капель детской школы искусств победила на 8-м всероссийском конкурсе «Хоровая Казань-2023». На творческое состязание приехали 30 коллективов со всех уголков России. Их выступление оценивало жюри в составе сотрудников Казанской консерватории, заслуженного деятеля искусств Татарстана, под рука камерного хора Московской консерватории. В номинации «Детский хор средний» соровчане получили высший балл и завоевали золото. Бадминтон-спорт равных 10 февраля в Молодежном центре пройдет финал городского проекта. Его реализовали при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи для того, чтобы обучить этой игре, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 17 часов пройдут финальные игры, семейные соревнования по бадминтону. Посмотреть и поддержать команды могут все желающие для лиц старше 6 лет. Предприятия Волговятского макрорегиона нарастили выпуск машин и оборудования. О росте числа заказов и высокой загрузке мощностей сообщили сразу несколько производителей. Об этом говорится в февральском выпуске доклада Банка России. Подробности отчета далее. В конце прошлого года в регионах присутствия Волговятского ГУ Банка России существенно увеличилось производство машин и оборудования для различных отраслей экономики, в том числе в рамках импортозамещения. Повышенным спросом пользовалось оснащение для агропромышленного комплекса, транспортного сектора и нефтегазовой отрасли. О росте числа заказов и высокой загрузке мощностей сообщили сразу несколько предприятий. Например, это производитель сельхозтехники из Самарской области, завод трубопроводной арматуры из Пензенской области и приборостроительное предприятие из Мариэл. Расширялась и линейка выпускаемой продукции. Так в Эдмуртии было налажено производство оборудования для нефтедобычи, а в Чувашии для железнодорожных вагонов. Автомобилестроение также приспосабливается к новым условиям. В частности, в январе завод в Нижегородской области возобновил выпуск одной из моделей автомобильных двигателей. Для подготовки доклада «Региональная экономика» комментарии ГУ специалисты Банка России используют максимально широкий круг экономической информации, доступной на местном уровне, дополняя официальную статистику данными опросов предприятий, оценками аналитиков и отраслевых объединений. Всего в мониторинге предприятий Банка России участвует более 14 тысяч компаний со всей страны. Воспитанницы детской школы искусств выступили на первом международном конкурсе юных и вокалистов «Мелодия моей России». Он прошел в нашей стране и Италии при поддержке Генерального консульства Российской Федерации в Генуе. По итогам всех конкурсных испытаний Даша Чернова стала дипломантом конкурса. Дарина Однаруб – лауреатом второй степени, а Мария Суханова выступала на галоконцерте и получила звание лауреата первой степени. «Мелодия моей России» – первый этап международного конкурса юных вокалистов из России и Италии был заочным. Воспитанницы преподавателя Дыши Дарьи Кварты отправили видео, где исполнили произведение о родной стране «Что такое Родина и над Россией нынче солнышко». Жюри мастерства юных саровских вокалистов оценила по достоинству и пропустила во второй этап. Я в Москве выступала, у меня второе место. Я пела жужжащую песню «Что такое Родина». Я немножко волновалась, я готовилась, у меня все получилось. Я там пела песню. Это была песня «Кукла Маша» и «Необыкновенный футбол». Второй тур прошел в Москве в доме Рахманинова в конце января. По итогу Дарина Однаруб стала лауреатом второй степени, а Мария Суханова заняла первое место и выступила на галоконцерте. Дипломы лауреатов международного конкурса – серьезный результат, считает педагог Дарья Кварта. Девочки очень хорошие, очень хороший слух у них, голос. Они очень хорошо занимаются, всегда все у них выполнено, всегда все выучено. Очень любят петь, поют везде и всегда, при любой возможности. Поздравляем воспитанниц детской школы искусств и их педагога и желаем им творческих успехов. Первоклассники городских школ идут на дополнительные каникулы с 13 по 19 февраля. На это время учреждения города подготовили программу для самых маленьких школьников. По традиции много мероприятий для детей предлагают художественные галереи и библиотека имени Пушкина. Клеить и рисовать, мастерить макеты, делать подарки, узнать много интересного на занятиях, посмотреть детское кино. Художественная галерея подготовила программу первоклассные каникулы для самых маленьких школьников города, которые на следующей неделе будут отдыхать от уроков. Каждый час с 13 по 17 февраля там будет что-то происходить. В 10 часов каждый день будет познавательная программа. Понедельник, среда и пятница – это наша интерактивная программа «Зимнее волшебство», которая проходит вот здесь. И для просто посетителей художественной галереи здесь развешаны картины, зимние пейзажи. Но они висят ровно в том порядке, в котором они звучат в программе «Зимнее волшебство». В этой программе есть и творческая мастерская. Кроме того, галерея представит и две новые программы. Во вторник пройдет занятие, посвященное мозаике, а в четверг ребят познакомят с пейзажами. Творческие мастерские будут идти отдельно каждый день в 12 и в 2 часа. Вообще мы представляем на этих каникулах 9 разных творческих мастерских. 8 из них посвящены, естественно, зиме. Там интересные названия, и кто спит в зимнем лесу, и снегирей будем делать, и разные-разные совершенно материалы использовать. А 17 февраля ребята в преддверии праздника сделают открытку в виде танка. На групповые мероприятия в художественной галерее нужна предварительная запись по телефону 70287. Кроме того, малышам предложат кинопрограмму. Это и новый выпуск мультов кино, два анимационных фильма и новый российский фильм «Гори-гори ясно». Этот фильм не был в прокате. Он в 22 году вышел в фестивальных показах. Он еще только готовится к прокату. А вообще фильм художественный снят по пьесе Самуила Яковлевича Маршака «12 месяцев». И, конечно же, история эта положена в основу этого фильма. Библиотека имени Пушкина тоже ждет первоклассников на каникулы. По будням в 14 часов для детей будут работать творческие мастерские и интерактивные площадки, экологический практикум и творческая лаборатория. А 14 февраля там пройдет День книгодарения. Все мероприятия для лиц старше 6 лет. Команда лицея номер 3 приняла участие в полуфинальном этапе чемпионата школьной и баскетбольной лиги КС «Баскет». Соревнования проходили в Арзамасе. Саровчане заняли почетное третье место. Подробности далее. В конце прошлого года 10 баскетбольных команд школ города столкнулись на паркете в борьбе за лидерство в рамках Всероссийского чемпионата школьной и баскетбольной лиги «КС «Баскет». Спортсмены играли по круговой системе в двух группах. Матчи за призовые места были напряженными. По итогам городских соревнований победителем стала команда лицея номер 3. Она представила Саров на дивизиональном этапе «КС «Баскета» в городе Выксе. К нему, я считаю, физически были все готовы, но была плотная тактическая подготовка, дополнительные задания, занятия с тренерами, разбор всяких комбинаций. Тяжелые игры были с Выксой, очень, ну самое тяжелое, и с Колебаком, с Сардатовым проблем не было. В Выксе саровчане столкнулись с серьезными соперниками. Многие из них были намного выше игроков лицея номер 3, поэтому обыграть конкурентов было непросто. Но собрав всю волю в кулак, лицеисты выбили лидерство на последних секундах и взяли первое место в финале дивизионального этапа. В полуфинале чемпионата «КС «Баскет» саровчане столкнулись на паркете с Нижним Новгородом, Кстовом и Арзамасом. В полуфинале столкнулись со сильной командой. Одну игру выиграли, Арзамасу проиграли. Если бы Арзамас выиграли, прошли бы дальше. В Арзамасе был, так сказать, юноша, который играл очень сильно. Мы не смогли его удержать. Из-за этого проиграли. Он намного очень очков забил. Не удалось сыграться, так сказать. Из-за этого проиграли. На полуфинале саровчан ждали новые испытания. Команда вышла на паркет не в полном составе, поэтому бороться за золото было тяжело. Саровчане уступили победу Нижнему Новгороду и Арзамасу. И стали призером полуфинала, заняв третью строчку турнирной таблицы. Я, в принципе, знал, что мы выйдем так далеко, потому что команда у нас более сильно собралась. Все вместе ходили, играли, тренировались почти каждый день. Я, в принципе, ожидал, что мы куда-то пройдем. Поздравляем юных баскетболистов и желаем дальнейших спортивных побед и блестящих результатов. Светлана Ярнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА